Начну я вот с такой информации, интересной, на мой взгляд, она такая внутрироссийская, вроде бы как, но симптоматично, мне кажется, вы хорошо раскроете эту тему. Рамзан Кадыров заявил, что официально объявит кровную месть сенатору от Дагестана Салиману Киримову и двум депутатам Госдумы, которые, по его словам, собирались заказать его убийство. Цитата. Если они не докажут обратно это в переводе, цитата Кадырова, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Киримову, Сулейману, Курбанову, Резвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ, имеется в виду на убийство Кадырова. Российские СМИ приводят так слова Кадырова. Интересно, что в 2011 году сам Кадыров объявлял о полном прекращении практики кровной мести в республике. Все это вокруг этой истории с Вайлдбери, с дирижом миллиардного бизнеса, но дело набирает серьезный оборот. Что скажете? Кремль, конечно, попытается эту ситуацию купировать. Просто так оставить все, как есть, конечно же, нельзя. Потому что это слишком очевидный удар прямо в основании режима с точки зрения общественного мнения, с точки зрения настроений элит, населения. Понимаете, ну, возвращение кровной мести в страну на таком высоком уровне, ну, то есть это официально, понимаете, происходит. Это не то, что где-то там кое-где у нас порой на периферии, да. Это один из, судя по частоте появления на телеэкранах и узнаваемости, один из топов государства. Да, то есть Кадыров это далеко не просто глава региона. Это фигура федерального уровня, мощная политическая фигура. Вот. И вот когда ООН объявляет кровную месть, значит, двум депутатам Госдумы и одному члену Верхней Палаты Парламента, сенатору, это, конечно, бомба, которая прямо взрывается в центре политической системы. Ну, то есть, когда мы... То есть все сейчас понимают, что когда оппозиция говорит о том, что в стране воцаряет архаика, о том, что Путин обратил страну в прошлое, она не идет вперед, она идет назад. Вот. Что это никакая не метафора, что это никакое не преувеличение, что это абсолютная правда, потому что трудно придумать что-то более архаичное, чем кровная месть. Понимаете? И кровная месть — это не просто средневековье, это реально первобытный общинный строй. Понимаете? Кровная месть — это институт из тех догосударственного уровня развития еще времен, когда человек еще не вычленился из, так сказать, своего социального окружения, когда сам по себе человек был нулем, пустым местом и его жизнь не имела никакого смысла и значения за пределами родовой структуры. Да, вот. Когда человек — это не сам по себе уникальная единица, а член своего рода, и все. Никакой другой ценности у него нет. И, соответственно, за прогрешение рода он отвечает, это естественно, да, для этого он и существует. Ну, то есть это реально родоплеменной уровень развития общества. Конечно, кровная месть существовала до недавних времен в некоторых наиболее архаичных структурах, да, ну, то есть кто-то мне скажет, что это относительно, ну, там, и современный институт тоже, да, у Марка Твена это описано, где-то там в Америке, значит, там, в конце 18-го, начале 19-го века глубинки, там, лесорубы еще, по этим принципам, значит, кто-то вспомнит Козу-Ностру, да, но это островки-архаики как раз той самой первобытной, вот, сохранившейся из первобытных времен. Это островки-архаики, значит, вот, которые там до какого-то момента сохранились. И сейчас вся Россия превращается вот в такой заповедник архаики, понимаете. Конечно, Путин, ну, режим, он не может это продемонстрировать людям, понимаете. Главный аргумент в пользу Путина на протяжении 25 лет был, что вот он восстановил стабильность в стране, да, в стране стабильность, вот в 90-е был хаос, а теперь стабильность. Какая же, к черту, стабильность, когда главный базовый принцип современного государства, монополия государства на насилие, да, это ключевое отличие государства модерна от архаичного государства древнего, там, средневекового, да, когда право на насилие было не только у государства, оно было, там, у аристократии, у дворян, там, и так далее, да. Как в средневековой Японии самурай имел право просто опробовать остроту меча, на голове, так сказать, крестьянина, просто людина, да, это было его законное право, но это средние века, понимаете, а государство модерна отличается тем, что дуэли запрещены, там, вообще, мордобой даже запрещен, уголовное, значит, наказание, понимаете, насилие принадлежит государству, вот, и теперь, значит, частные лица объявляют, значит, насилие, понимаете, это же, ну, знаете, как говорят, коготок увяз всей птички пропаясь, это лихобеда начала, это же, сейчас, ну, Кадыров объявил эту кровную месть Керимову в данном случае, да, его родственникам, ну, вроде бы, это касается Керимовой, ну, и его родник, но ведь, вот, ну, дальше чеченцы посмотрят, они же имитируют там своего вождя, ну, они начнут объявлять это кому-то другому, а следует за чеченцами, а что, им можно, нам нельзя, там, не знаю, регистанцы начнут, башкиры вспомнят о том, что когда-то там присылывать ее лайви, у них это тоже было, понимаете, вот эти вот, извините за эмоциональность, идиоты, по-другому уже не сказали, которые вот аплодировали вот этому путинскому, значит, можем повторить, они не понимали, что не бывает так, что вот, значит, повторить можем, только хороший, а плохой повторять не будем, да нет, ну, вот если уж обернули, оборотились назад, запустили эту машину, чтобы она ехала в обратную сторону, ну, так вы будете повторять вот это все, да, вот, то есть, страна вот погрузится в архаику, когда вот прямо вполне, так сказать, законно с вами будут разбираться противозаконными способами, вот, ну, понимаете, это ужасный сигнал обществу, конечно же, его надо как-то эту проблему закрыть, самый лучший способ, конечно, возбудить уголовное дело против Кадырова и посадить его, но, конечно, они этого не сделают, они не в состоянии, это было нелегко сделать даже, потому что Кадыров уже набрал силу, слушайте, но у него десятки тысяч вояк под ружьем, а он же хитрый, он же их, он почему в ТикТоке воевал? Ну, потому что он понимал, что они ему в России нужны будут, да, поэтому он их сохранил, вот, и они под ружьем стоят, они преданы лично ему, он им лично платит, значит, своего кармана, ну, то есть, это федеральные деньги, но он-то им платит их как свои, он забирает у центра, у Москвы, да, и, значит, дальше распределяет среди своих, и они преданы лично ему, ну, так ты возьми его за руки до 40, да, значит, у них каждый человек на счету, они не могут найти там 10-20 тысяч, для того, чтобы Курскую область освободить, понимаете, а сейчас Кадырова им еще приводить в чувство, арестовывать, ну, так как и вся Чечня восстанет, понимаете, второй фронт откроется, ну, то есть, это все, это конец Путина, поэтому, дело возбуждать нельзя, поэтому, ну, я думаю, будут пытаться, вы же меня спросите, мой прогноз, я думаю, будут пытаться разрулить Кулуарна, то есть, пригласят его к себе, может быть, даже сам Путин, ну, может быть, он поручит это там Байна, Байна для солидности соберет Ариапак, то есть, будет не один, а пригласить на беседу Бортникова, значит, пригласят там еще нескольких, значит, там наиболее, ну, Чемизова, наверное, вот, у Кадырова с Чемизовым хорошее отношение, ну, будут его убеждать, что Рамзан, ну, неправильно так, по крайней мере, публично это делает, вот, поэтому давай ты как-нибудь это дело разрули, то есть, скажи, что, значит, ну, была какая-то неправильная информация, я во всем разобрался, они хорошие ребята, они не собирались меня заказывать, оказывается, вот, поэтому я все свои претензии снимаю, а они тебе все отдадут, то, что ты хочешь, ну, и мы тебе еще накинем, что хочешь, а Кадыров, ну, что ему, значит, он, для него это и есть бизнес, понимаете, вот он этим и занимается, да, поэтому он просто, ну, нарисует цифру с каким-то количеством нулей и сторгуется с ними, ну, то есть, Кадыров, в принципе, играет в беспроигрышную игру, он повышает ставки, зная, что федералам нечем ему ответить, поэтому, я думаю, будет какая-то такая история. В, по такому противостоянии с Кремлем Кадыров не может повторить судьбу Пригожиным? Я бы сказал так, он может повторить судьбу своего отца, то есть, ну, то есть, это понятнее будет, да, ну, то есть, это будет, понимаете, Пригожина убили как врага Путина, а отца Кадырова убили как друга Путина, ну, то есть, тот плакал, так сказать, да, и так далее, ну, то есть, Если Кадырова взорвут, то Путин будет лить крокодиловые слезы. Попригожий нас же не лил, понимаете? Вот в чем разница. То есть, в принципе, в этом смысле риск, я думаю, есть. Но он такой скорее гипотетический. Они не рискнут сейчас на это. Вот та перспектива, о которой я сказал. Чечня объявляет о недовольстве, о начале выхода из состава России. Слишком это серьезный риск. Это же нельзя допустить. Надо возвращать ее. Надо снимать войска с Донбасса и кидать их в Чечню, устраивать мясорубку кровавую. Ну, то есть, это конец путинскому правлению, понимаете? Ну, то есть, вот прямо получше, с чего начал, тем и закончил. В Чечне новая война. Пришел как усмиритель Чечни, да, и закончил как человек, который довел Чечню до новой братоубийственной войны. Поэтому, ну, не смогут они, не пойдут они на этот риск. Я думаю, будут договариваться. Ну, то есть, да, они ненавидят Кадырова вот прямо всеми фибрами своей души. Вот. Но слишком он силен, они ему позволили набрать силу. Он их сейчас железной рукой держит за глотку. Сейчас, Василий, Путин нужен Кадырову гораздо меньше, чем Путину нужен Кадыров. То есть, Путин зависит от Кадырова в гораздо большей степени, чем Кадыров зависит от Путина. Кадыров вполне самодостаточен. Да, конечно, текущие финансы он получает из России. Но, в принципе, он уже может пойти во банки на разрыв отношений с Путиным и с Россией. Он уже достаточно скопил, он сможет своих нукеров еще долго финансировать вот из тех авуаров, которые у него накоплены. Вот. И Путин это понимает, и чекисты это понимают, и Бостритин это понимает. Вот. Поэтому проглотят в очередной раз. Спасибо большое. Уважаемые зрители, пожалуйста, нажмите кнопку «Лайк нравится», для того, чтобы нас было больше. Так работает YouTube. Следующая тема. Неверокорейские военные инженеры, которых направили помочь России в войне против Украины, были убыты, сообщает The Guardian. Высокопоставленные официальные лица в Киеве и Сеуле заявили, что речь идет о военных, которые находились на временно оккупированных территориях Украины. При этом в российском тылу находятся десятки северокорейцев, которые поддерживают пусковые установки ракетка Н-23. Других деталей не раскрывают. Другие были заявления ранее из Южной Кореи о том, что высокая вероятность, что Путину будут допомогать. Помогать будет Ким Ченым северокорейскими солдатами. Но я понимаю, что российские пропагандисты объяснят все, что иранские и северокорейские ракеты и даже северокорейских солдат, чтобы сохранить жизни русских солдат. Но получается, что вот эта вся легендизация, вот вставай, страна огромная, то получается вставать-то и нечему. Ну то есть давно уже по сусекам поскребли уже ни ракет, ни солдат. Но это же, как это пропагандисты могут продать красиво или не могут? Слушайте, ну вот пропагандисты ПРС в чистом виде не смогут этого продать. Но пропагандисты, когда их действия подкреплены действиями силовиков, когда любого, вот понимаете, пропаганда, когда ситуация такая, знаете, ну человек свободен. Хочу, верю, хочу, не верю, да. Вот она бессильна, ну в этой ситуации, да, вот когда уже настолько очевиден провал российской армии, да, сама по себе пропаганда не справится. А вот когда чекист стоит рядом с пропагандистом, да, и когда человек говорит, я не верю, чекист его тут же арестовывает, ну тут пропаганда справляется, понимаете. Человек делает вид, да, да, я верю, верю. А что ему еще делать останется? Вот, поэтому, ну, будет выглядеть, как будто верят. Ну, конечно же, верить не будут. И это, конечно, катастрофа пропагандистская. Ну, то есть они будут, конечно, говорить, что это добровольцы, так сказать, северокорейские, да. Вот, они так пылают справедливым гневом, что, дескать, вот так хотят побороться с украфашизмом. Но народ, конечно, это не купит, это чувство, да, потому что, ну, слушайте, уже всем все понятно. Вот, я вижу, да, время от времени имею доступ, вижу данные фокус-групп, например, да. Да, все понимают мотивацию тех, кто идет на фронт. Значит, все идут за деньгами, да, вон Белгородская область, шутка ли там, значит, задрала цифру там до трех миллионов. Переплюнув, до этого чемпионом был в Санкт-Петербург, 2,1, по-моему, если не ошибается. Вот, заключение контракта. Ну, то есть все это понимают, что люди идут на фронт только за огромными деньгами, ну, либо под давлением административного ресурса. А тут такие из Кореи поехали, значит, вдруг, толпы добровольцев. Ну, то есть среди своих добровольцев нет, а из Кореи есть. То есть поймут, что это наемники, что просто купили за деньги и так далее. Вот, и это, конечно, позор. Ну, то есть своими силами справиться с украинцами не можем. То есть это страшный удар по самолюбию. Ну, в принципе, российские патриоты и российская общественность, ну, они этот удар, конечно, испытывают уже давно. Да, с самого момента, когда выяснилось, что Киев за три дня взять не получается, да, в принципе, уже есть проблемы. Но чекисты помогают пропаганде решить эту проблему, ну, публично высказать то, о чем я скажу, то, о чем я сейчас говорю, невозможно. Да, за это сразу посадят. Для того, чтобы такое говорить, можно уехать за границу, считаться иноагентом, получать сроки заочные, да, вот, быть там врагом отечества. Вот, а если внутри страны, ну, такое говорить нельзя. И поэтому формально это не звучит. Но, конечно, в головах у людей четкое понимание, да, реалий оно есть. Ну, там, конечно, не у 100% населения, но у большинства. А вот, да. А те, кто еще этого не поняли, они тоже движутся в этом направлении, да. О настроениях среди людей, понятное дело, что, там, до конца верить опросам в России нельзя по объективным причинам. Тем не менее, цифры, которые дает Левада Центр, доля россиян, которые считают, что вторжение в Украину принесло больше вреда, чем пользы, к сентябрю достигло 47%. На 10% пунктов до 60% с февраля снизилось число тех, кто считает, что война продвигается успешно. Как, о чем нам эти цифры говорят? Ну, вот этот, значит, про успешность и неуспешность, это цифра лукавая. Официально пропаганда же совершенно недвусмысленно отчетливо говорит, что все идет по плану, что мы побеждаем, что Украина сейчас дрогнут и рыхнут. Поэтому сказать, открыто сказать, что я считаю, что мы, там, проигрываем эту войну, ну, нельзя, это уже, это точка зрения врага. Ну, то есть, после этого к тебе, в принципе, вполне могут прийти с вопросом, а какими источниками информации вы пользуетесь? Может, вы на агентов слушаете? Или украинскую пропаганду, может быть, известного нациста Голованова так слушаете? Вот, и человек чувствует, ну, что это, он, вступая в противоречие социальной точки зрения, он вступает на скользкую дорожку, понимаете? А человек сейчас, нынешний россиянин, надо понимать его мотивацию, Василь, вот в нормальной стране человек, будучи спрошенным социологами о том, что он там думает о политической ситуации в стране, он воспринимает вопрос как возможность донести до властей свою точку зрения. А в России сейчас люди не воспринимают вопрос как возможность, они воспринимают вопрос социолога как риск. И главной своей задачей видят не донести до кого-то там свою точку зрения, а избежать проблем, да. И в любой ситуации непростой, ну, когда вопрос не очень понятен, непонятно, что сказать, он на всякий случай выбирает самый консервативный вариант. Конечно, побеждаем. Ну, он же знает. Ну, с другой стороны, простите, что я перебиваю, с другой стороны, спрашивают, успешно продвигается операция? Опять, опять. А вот если задают вопрос, успешно ли продвигается спецоперация, и человек отвечает, человек думает, подождите, ну, у нас же часть Курской области не контролируется, значит, российскими властями, а я скажу, успешно, так что, получается, мне это нравится, что ли, получается, ну, думаю, это россиянин, которому задают этот вопрос. Нет, смотрите, ну, совершенно, вот он в день по сто раз слышит, что пропагандисты говорят, Путин говорит, генералы говорят, что, дескать, это все, так сказать, мелочи мы сейчас отобьем, это пустяки, а в целом все идет по плану, понимаете? Поэтому тут никакого риска, вот того, о чем вы говорите, нет. Меня же не спросили о том, как продвигается ситуация в Курске, меня спросили в целом, ну, вот Путин сказал, что все по плану, и я тоже говорю, что все по плану. Какие ко мне претензии, понимаете? Вот там, в этом, вот вы привели два вопроса. Вот я отмел второй, как не репрезентативный, а вот первый вопрос, он поинтереснее. Напомните, пожалуйста, формулировку, если не трудно. Что вторжение в Украину принесло больше вреда, чем пользы. Вот эта формулировка, она звучит немного коряво, но она, может быть, именно благодаря своей корявости, такой неоклюжести, она как раз, она намного лучше. В том смысле, что ни один из вариантов ответа не выглядит, как такая вот, знаете, такая жесткая нелояльность. Да, ну, то есть сказать, что много бед, это все принесло, но это не есть форма протеста. Потому что в такой формулировке, ну, этот вопрос не обсуждается пропагандой, понимаете? И поэтому, ну, можно сказать, да, там, она принесла много горя, я там переживаю, потому что люди где-то там, да. Вот я такой гуманист, хренов, так сказать, людей жалко. И вроде уже, ну, отбился, какие могут быть ко мне претензии. В общем, я думаю, что вот доля ответивших на этот вопрос, честно, гораздо выше, чем на предыдущий. Я думаю, что, конечно, доля тех, кто говорит, что война принесла больше пользы, чем вреда, значит, она, ну, эта доля завышена, но не радикальна. А, значит, в реальности надо еще отнять несколько процентов, я думаю, от, вот, от этого, от позитивного ответа, что принесла, мол, дескать, СВО принесла больше пользы. И добавить несколько пунктов вот этому негативному варианту, да. То есть он, отрыв будет еще больший. Он, в принципе, и без того побеждает. То есть россияне признают, что СВО на самом деле принесло гораздо больше проблем, чем позитива. Да, это, в принципе, ну, признание того, что де-факто, не де-юре, конечно, а де-факто, это, по сути, ну, признание того, что дела идут плохо. А если вы взять российский телевизор, все-таки, вот в этом вопросе, что вреда больше, чем пользы, а, в принципе, как им продают вопрос пользы, какую, в принципе, пользу может принести им пользу? А, Василь, я как раз и говорю, что этот вопрос темы хорош, что вот в таких формулировках он не обсуждается, понимаете? Вот побеждаем мы или проигрываем, это обсуждается, понимаете? И здесь ты не можешь себе позволить занимать позицию отличную от позиции российской пропаганды. А в такой формулировке этот вопрос не обсуждается, и поэтому тут как бы и нет варианта, ну, официального, так сказать, да? Соответственно, ты волен выбирать, ну, какой-то другой, вот. То есть, да, российская социология сейчас, в нынешних условиях, это прямо, знаете, это прямо такой серьезный андертейкинг. Это, значит, ну, не для слабонервных. Так, еще коротенько, вы, как выяснилось издание The Kiev Independent, дети замдиректора ФСБ Сергея Королева, Анастасия и Борис ездили в Лондон на летние курсы английского языка The Pilegrim's Course. Не в Тегеран, не в Пхеньян, почему, а в Лондон. Не, ну, понятно, все-таки курсы английского языка, тем не менее, целые вот дети замдиректора ФСБ. Может, они, конечно, на задании были, помните фильм «Дети шпионов». Ну, не знаю, ну, как, ну, шутки шутками, но как вы думаете, какая будет реакция на такое, не знаю, решение замдиректора ФСБ Королева отправить детей за границу, а не учить их где-то в пределах Золотого кольца? Королев не просто замдиректора, он первый замдиректора, и он претендент на то, чтобы занять кресло Бортникова. Бортников уже пенсионер сильный, и, в общем-то, на выход уже. И Королев главный претендент на эту должность. Поэтому, конечно, вот эта утечка, она, ну, вполне возможно, случилась не случайно. Очень серьезные игроки играют против Королева, в частности, Сечин, у которого есть свои кандидаты в это кресло. Вот, то есть это, у этой истории есть очень серьезная аппаратная подоплека. Ну, вообще, конечно, показательная история. Во-первых, ну, безбашенности Королева, который в этой сложнейшей ситуации все равно отправляет детей туда. А какая-то прямо уверенность, что все нормально будет. Ну, то есть, какая-то явная переоценка собственных сил. При этом фантастическая какая-то вот вера в будущее. Ну, то есть, понимаете, послушаешь российскую пропаганду, Запад, ну, на пороге глобального конца. Да, цивилизация англосаксов ухнет, развалится, будущее принадлежит России, Китаю, Ирану, там, третьему миру. Понимаете? А тут, зачем английский-то учить? Зачем в Лондон ездить? Вот, учите языки будущего, да. Фарси там в Иране учите, корейский учите, китайский. Путин же сказал, китайский надо учить. Да? Значит, нет, едут учить английский. То есть, вот это показывает истинное отношение к пропаганде, к тому курсу, который они сами реализуют. Это курс для идиотов, для бытлов. А для них, для аристократии, ну, там, для нормальных пацанов, у них все совсем другое. Да? Они вовсе не обязаны следовать тому курсу, который предлагают стране. Вот, поэтому они сами понимают, где центр мира, где будущее. Понимают, что, да, английский надо учить детям, потому что английскому принадлежит будущее. Вот сами они это понимают. И Королев это подчеркивает своим поведением. Да? Вера во светлое будущее англосаксонского мира, как они сами говорят, англосаксы, да. Вот, вот о чем нам говорит эта история. Их совшенное неверие в ту чушь, которую они рассказывают народу. Вот о чем говорит эта история. Да? Да, да. И еще коротко. Россия передала Хазбале беспилотники и обучает боевиков ими управлять. Со ссылкой на ливанскую газету «Ана Хар» и телеканал «Кан-11» сообщает «Голос Израиля». Что это за сигнал? Как он будет трактован? Какие будут последствия в целом? Что в Израиле сегодня и что будет завтра? Ну, конечно, если подтвердиться, что это правда, то, конечно же, израильское общественное мнение, которое и без того, в принципе, не сильно, так сказать, благоволит Путину, оно, конечно, будет возмущено. И Нетаньяху проводить лояльный по отношению к Путину курс будет гораздо сложнее. То есть не ответить на такое будет нельзя. В принципе, Россия с Ираном-то давно сотрудничает, да, и сотрудничество в области вооружения, оно не секрет. И системы ПВО туда поставляют. Вот, и поэтому Израиль в качестве одного из ответов уже начал, насколько я знаю, по-моему, об этом заявил даже посол Израиля в Украине, что Израиль поставил Украине систему раннего оповещения о воздушных атаках. Ну, то есть это принципиально защитная штука. Да, но раньше он этого не делал, не желая портить отношения с Россией, Израиль и это не поставлял Украине. Вот, а теперь выясняется, что вот поставки какой-то части оборонительного оружия уже начались. Ну, то есть Израиль, как и от этого, будет просто увеличивать поставки. Украина очень сильно хочет получить от Израиля железный купол. Систему, ну, лучшую в мире на сегодня систему защиты от ракет, ну, определенного уровня. Не баллистических, да, но беспилотники и все такое вот то, что... Извините, я не очень в этом разбираюсь, да, но, в общем, есть система HEADS, которая защищает от баллистических ракет, от ракет там, ну, самых навороченных, что называется. Извините уже за такую примитивную терминологию. Да, а железный купол это вот от той массовки, да, которую там вот сотнями-сотнями запускают одновременно, да. Вот, ну, вообще признано на сегодня, что это лучшая система ПВО в мире. И Украина давно просила у Израиля железный купол. Ну, я думаю, и HEADS просили, я просто про это не слышал. А сейчас, ну, просто вот, раз систему оповещения уже поставили Украине, значит, ну, следующим этапом, когда Россия будет демонстрировать, что она пренебрегает интересами Израиля, ну, окей, Израиль начнет пренебрегать интересами России. А принципиальная особенность Израиля, он всегда отвечает ударом на удар. Да, ну, тут это такой принцип выживания на Ближнем Востоке. По-другому нельзя. Вот, поэтому украинцы могут только потирать руки. Вот, по этому поводу вообще вот других мнений даже быть не может. В целом, ситуация в Израиле на сегодняшний момент, как бы вы оценили, вот, после годовщины страшной трагедии 7 октября прошлого года, как развивается сейчас война, на каком она этапе, и, да, как вы видите развитие? Ну, в последние несколько месяцев ситуация начала резко улучшаться для Израиля. Вот, главный враг Израиля Иран резко ослабел. Ну, то есть, процесс ослабления шел давно, да, но вот он, вот, это как, знаете, с... Ну, то есть, это процесс неравномерный, он там по экспоненту, можно сказать, развивается, да, то есть, в какой-то момент резко ускоряется все. То есть, копится-копится, вот, количество проблем, да, и потом прорывает плотины. Вот, что-то такое сейчас происходит в Иране. Это началось со смерти Раиси, президента, да, прихода к власти противников-консерваторов-модернистов, прихода на президентский пост, продолжающее состарение, 85 лет уже, греховному правителю, ну, и так далее, и так далее, да, там, убийство Хании, убийство Насралы, вот. Ну, в общем, сейчас Израиль, вот, если до этого ситуация очень долго висела, то сейчас она начала развиваться очень быстро в сторону Израиля. И главная проблема Израиля сейчас, это опять, скорее, сам Израиль, да, это, значит, ну, там, проблема самого Нетаньяху, который не хочет создать альтернативу Хамаса в Газии. Если бы вместо нынешнего правительства в Израиле был нормальный кабинет, который бы этот процесс запустил, ну, тот же Рабин, условно говоря, то, ну, Хамасу уже давно бы там не было места, да, и Хизбаллу бы тоже зачистили. У Хизбаллы вообще очень серьезные проблемы, и, возможно, она даже сейчас не выживет. Ну, либо она выживет, ну, прямо радикально ослабленно. То есть сейчас у Ливана появился шанс. Сейчас Израиль, по сути, уничтожая Хизбаллу, понимаете, Израиль борется за свободу Ливана, по сути. До долгих годов Хизбалла держала, ну, Хизбалла и Иран, по сути, стоящие за Хизбаллой, держали Ливан в заложниках. Вот. Две трети населения Ливана ненавидят Хизбаллу, ненавидят Иран. Но самая мощная вооруженная сила в стране – это именно Хизбалла. Армия, официальная армия Ливана гораздо слабее. Да, поэтому они вынуждены были терпеть присутствие Хизбаллы, которая контролировала значительную часть органов государственной власти. Ну, вообще творила, что хотела. И вот она втянула Ливан в войну. И сейчас Израиль освобождает, правда, бомбя, конечно. Ливанцев можно только пожалеть. Особенно вот эти две третьих – христиан. Это же многоконфессиональная страна. Там треть христиан, треть суннитов и треть шиитов. Вот Хизбалла – это шииты и Иран. Да, а сунниты и христиане, ну, вообще почем зря страдают, конечно. По человечке это очень жалко. Но сейчас, по сути, Израиль уничтожает их врага. Да, и у Ливана появился исторический шанс. Вот, даст Бог им удастся этим воспользоваться. Хизбалла будет уничтожена, и Ливан станет нормальным государством. Каким он когда-то был, сейчас про это подзабылось, но до появления в Ливане, массового появления палестинцев, вот этих борцов с Израилем, да, это случилось в начале 70-х годов. Они сначала группировались в Иордании, они достали иорданского короля, они попытались его свергнуть. Ну, то есть он предоставил свою территорию, они там создали лагеря, значит, воевали с Израилем оттуда, а потом в какой-то момент раздухарились и решили свергнуть короля. Где-то в начале 70-х, если не ошибаюсь, в 73-м году была так называемая операция «Черный сентябрь», их там перебили иорданцы. Ну, не всех, конечно, но какую-то часть. Остальных выдворили из страны, они нашли убежище в Ливане. До этого Ливан называли Швейцарией Ближнего Востока. Вот начиная с момента, когда он обрел независимость после Второй мировой войны, до этого там был нацистский мандат. В 50-е-60-е годы Ливан назывался Швейцарией Ближнего Востока. Это было абсолютно светское, абсолютно такое западное, цивилизованное общество. Это был такой ближневосточный центр сладкой жизни, ночные клубы, девочки, рестораны. Если посмотрите фотографии тех лет из Ливана, там какие хиджабы, вы о чем? Ну, такие мини-юбки, которые сейчас не каждый раз не отоделся. Вот. И все это, начиная с 70-х годов, стало деградировать, началась гражданская война. Эти палестинцы начали гражданскую войну, из которой 15 лет она продолжалась. И вот тогда родился, туда вошел Иран в этот момент, туда зашла Хизбалла, ну, вернее, там возникла Хизбалла при поддержке Ирана. Вот. И все это вот на десятилетия погрузилась, страна погрузилась в ад настоящий. И вот сейчас появился исторический шанс вернуться туда вот в те благословенные времена, да, и встать снова на правильные рельсы. Шанс есть. Ну, вот для этого Израиль уничтожает Хизбаллу. Ну, вернее, Израиль уничтожает Хизбаллу по своим соображениям, конечно. Да, но в принципе он тем самым несет свободу Ливана. Ну, точно так же, как советская армия да, и союзники бомбили Берлин в 45-м, решая свои задачи. Но при этом они принесли немцам, в общем-то, свободу и счастливую жизнь. Субтитры сделал DimaTorzok